день добрый всем 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 кто смотрит меня слушает меня кому очень интересно слушать то что я болтаю разговаривать мы будем сегодня о том о сём то есть обо всем да по чуть-чуть просто вот тут на улицу дождь у меня тут сейчас грязь надо будет убираться вот и как-то скучно все как-то уныло и вот думаю дай-ка пообщаюсь я то есть со своими знакомыми друзьями с товарищами просто с теми кому интересно то что я говорю ну давайте сразу затрону тему дней минувших а тема такая то что там пример вот недавно под видео в комментариях может кто-то видел кто-то нет рисовался один человечек чувствуется молодой активный вот и начинал поливать всякую фигню там то есть там неприятности там для кого-то может не знаю для меня это вообще как-то все равно но делать не в этом я так понял он то ли просто заточник начинающий то ли он просто зритель у всех то есть ну вот как я не успокоиться там начал какие-то данные метод приводить учить меня вот микроны с миллимикронами спутал ну всего-то разница в тысячу подумаешь да вот это по поводу паста был разговор кстати на сайте появился такая вот паста дорогущая но я на ценник не смотрю когда результат превыше всего то есть если максимально что я в сравнении у меня пост много мне кто тут как вот мусору можно ходить прямо пинать эти пасты он килограммами лежат но работают только избранные единицы и вот если у вас есть пример паста со времен советов то это хорошо это у вас двуокись меди это лучшее из лучшего если у вас этого нет то многие пример пользуются делюксом делюкс я бы не советовал но если уж пользуетесь то все нормально а если еще не начали пользоваться не советовал бы почему потому что в нем есть какие-то вкрапления такие какие-то по ощущению как микропесок и вот таких вот круглых банках пластмассовых там нет гои к сожалению может у кого то есть но это настолько минимальный процент что вы вряд ли угадаете точно что ты минут в этой банке гой из сотни рядом лежащих вот лотерея как бы она никто не отменял и вот если да я что подумал но если я своими разговорами делаю какой-то спотыкач для заточников почему я так подумал потому что именно когда я завожу разговор про заточку сразу же находятся те кто начинают то есть всякие нехорошие слова писать там нервничать начинают я подумал может да если кому-то мешаюсь тогда шепните на уху мол так и так мол все вопрос решен давайте тогда я вот просто буду меньше об этом говорить как бы и все или вообще там не буду говорить пример даже ну как и вы говорите затачиваю но буду говорить огородично потому что я и так принципе то что говорю это просто край это вершинка азберга если я скажу всю правду большой рынок в этом направлении не то что рухнет но повалится как следует но это зачем нет так что вот я просто еще и что заметил то есть что заточники заточник попробовал она начала крошиться он сразу отказался и затачивать ну вы наверно сейчас подумайте скажу я там вот мол заточник такой сякой нет не скажу почему так получилось да потому что заточник в принципе уже матерый как мне сказали я сам ее не знаю лично по слухам и у него уже налажено налаженность движения последовательность налажена заточки но налажена она на импортные варианты где нет термообработки правильно он взял мою бритовку в которой в 63 с половиной единицы и все-таки нашел записи я думал в ней 63 63 с половиной ну правильно он просто нарвался на жесткую столюгу и как бы стандартными движениями естественно получил сколы вот в этом случае нужно или просто задуматься или просто спросить то есть как быть если примеру видите что что-то не так по сути ничего сложно но на фоне этого я решил сделать делать вернее на клинках мощный отпуск то есть есть отпуск там 200 градусов есть в 300 есть 400 градусов вот делать пример как в 400 градусов максимальный чтобы она была чуть помягче чуть помягче сталь что просто вот не нарывался кто-то на этом но с другой стороны если примеры так сделаю 400 градусов то я если ставить на один уровень шаха 15 дамаску это дамаск даст фору конечно шаха 15 поэтому чтобы вот примеру не ошибиться лучше все-таки выбрать дамаск и если стаж не долгий такое вот то есть как бы вот уже не там не три года не пять лет там то я бы в наверное все-таки посоветовал из дамаска взять в общем принципе любую но проще будет обращаться с вогнутой бритвы причем с вогнутой не обязательно одна вторая самая простая в обращении бритва это одна четвертая одна третья одна четвертая вот так вот я скажу то есть вот эти вот размеры чуть мягче моей щетины но вот именно сложности ее вот произрастание как бы и дыба жесткости она не намного жестче ой мягче не намного мягче то есть она почти такая же жесткость у нее чуть-чуть там и вот то есть он побрил с этой бритвой но он чувствовал что она садится на ходу и под конец она все-таки подсела это полностью закаленной сталь ну также подсела и шведка то есть не шаветка а шведка также подсела ну естественно потому что сталь такая же не закаленная я подумал если я выпущу бритовки вообще у них закаленный сталь как бы так вот можно сказать и все равно еще много и то есть я не хочу повторяться делать то что уже есть тем более вот у многие люди которые пользуют эти бритвы они не устраивают вот именно вот это вот отсутствие твердости и то есть то есть вот я в этом случае для того и работаю чтобы были бритвы именно не как все чтобы они были с повышенными техническими характеристиками и могли в разы в разы больше чем те бритвы которые вот есть повсюду и у многих вот так вот как так и все таки я так думаю хотя ко мне еще пришла я ее посмотрю я ее посмотрю ну по тесте по всякому то есть по разному но я уже на 95 процентов и ста уверен что я не буду делать полностью сырые бритвы я лучше даже сделаю с приличным отпуском даже пускай вот но но каленые или вообще с минимальным отпуском но чтобы они прям брали все подряд грызли любую щетину и им без разницы вот как-то даже меня спрашивали мол а вот если бритва например допустим там какая-то дамаская она для жесткой щетины мол как же у меня мягкая щетина вы что думаете если она жесткой грызет она мягкой грызть не будет она мягкой вообще не не заметит просто что она там существует но ощущение супер мягкости все-таки больше у моно стали у меня уже вот есть пример вот самый мягкой бритва это француженка и она начинает брить вот первый там сантиметр там даже два сантиметра просто идеально максимально мягко просто шикардос полный ощущение что ведешь по воздуху а не по щетине но уже на третьем сантиметре все это заканчивается начинает драть и вообще начинает просто упираться в щетину и вообще никак не едет но это моем случае вот если то есть вы как бы любителю мягкого бритья и щетины прям реально мягкая тогда вот сырой вариант это вообще просто ваш вариант ну да будете конечно ее править если не будете без пасты править конечно же будете периодически бегать к заточнику то есть да вот это уже неизбежно будет с мягкой бритвой но зато бритье будет прямо реально как по воздуху движение если пример той же пример даже вот вот взять вот этот вот у 8 сталь она пакетно кованая то есть а и допустим, даже не мягкая, а какая-то усредненная, то она с этим справится, что не сможет сделать, к примеру, уже какая-то мягкая бритва. Или сможет, но вы замаетесь с ее правкой и заточкой. Вот так вот. Вот с этим заказом я уже, в принципе, все собрал. Сейчас надо будет почистить, как следует, и сформировать кромку. Это тоже напряжное занятие такое. Я сегодня уже это делать не буду, потому что реально надо с новыми силами, с новыми мыслями, так как бывали такие случаи, что именно при формировании кромки являлись косяки. Или я косячил. Поэтому тут надо быть максимально аккуратным и внимательным, то есть вдумчиво подходить к этому делу. А так я уже никак не дождусь, чтобы прям вот наконец-то просто их полностью уже сделать, как вот было договорено, и взяться за какие-то свои бритовки. То есть вот именно там, ну пускай для сайта, да, пускай вот Роман правильно сказал, лучше не для сайта. Это да, в этом смысле да, но... А что делать? Ну хочется рулить, понимаете? Вот здесь я рулить не могу. Здесь я должен делать стандарт оговоренный. А я хочу рулить, то есть в каждом движении. Пример, делаю, делаю. Нет, вот хочу здесь вот, чтобы вот так было. А здесь вот так. А здесь вот этот. А этот материал сделаю так. Опа. А здесь я фасочки сделаю не круглые, а ромбом, например. А здесь я хочу вот добавить, ну прогнуть как будто. Туда-сюда, там тот же даже клинышек какой-то там воткнуть, какой-то мудрёненький, там весёлый, там мало ли что. И вот хочется вот этого вот... Что будут вогнуты, это точно. Потому что клинок я вроде поналепил. То есть дофигась просто. Бюджетные бритвы у меня спрашивали, когда будут делать. Да нет, точно не скоро. Я вообще не хочу их делать. Может быть когда-нибудь, но они меня тянут в хороший, прям такой минус. И поэтому, то есть не в ноль минус. Желание вообще на них. Не стояк, в общем, полный. Поэтому, вот бюджетные точно я в ближайшее время. Ну нет желания. Если он бывает как-то прострелить, так скажу. Блин, да дай-ка я там пяток замучу. Вот это будет. А так вряд ли. Да и своими бритвками. Да, кстати. Наверное, ни разу не показывал никому. Да и зачем. Ладненько. Вот. И в принципе-то все. Вспомнил, что я хотел еще сказать. То есть у меня еще какая мысль есть. Я сейчас заодно, когда буду свои бритвки делать, я сделаю одну бритвку из К-340, по-моему. Там у меня была еще сталь. Или 110. 340, по-моему. Ну, в общем, Бухлер. Бухлеровская. Вот из нее хочу бритвку сделать. И из D2 или H12MF. То, что будет под рукой в тот момент. Для чего это хочу сделать? То есть хочу сделать это, в принципе, для себя. Ну, пускай они будут там невзрачные. Показывать там будет нечего хвалиться. Тоже нечем будет. Но я хочу их вот именно заточить под себя и еще раз протестировать. Потому что я сто лет. Я не тестировал, но как бы... Вот когда спрашивают, например, у меня, а какую лучше сталь выбрать? Такую, 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 такую. И у них вот присутствует в этом выборе Hardly 11MF, в примеру, или вот Бухлер. Я как-то заминаться уже начинаю. То есть, как бы, ответить сложно. Поэтому хочу протестить, протестить на себе. И вердикт, как бы, уже для самого себя уже, как бы, выдвинуть ее. И в случае вопроса у меня будет уже уверенный ответ. А не поверхностный. Что, мол, блин, да фиг знает. Там, надо попробовать. Ну, вот это не ответ, правильно? Вот это у меня тоже в мыслях. Потому что уж, ну, все моно стали я проверить, перепроверил уже на всех обломках там, поскреб всеми обломками. О, теперь, например, обломок у меня. Тоже тестил на себе. И, как бы, на этом в основном все. Потому что говорить я могу вечно. Тем много, событий много. Но они какие-то такие мелкие, такие уже больше обыденные. И поэтому я думаю, что я все сказал вот в основном. Ладненько. Что ж, загружусь на YouTube. Как говорится, вечером мы увидимся. Да и сейчас уже почти вечер, так что вот. Всем пока. Спасибо, что вы со мной. И за счет чего я не ощущаю себя каким-то единственным на планете. А то есть то, что меня окружают люди, добрые люди, тем, кому интересно то, что я делаю. Все. Пока.